Работал на одном некрупном и незвонком машиностроительном заводе слесарем-инструментальщиком некто Лёша М. Совсем ещё молодой паренёк, застенчивый, розовощёкий, улыбчивый. Работал на производстве хорошо, от общественных поручений не отвиливал. В общем, Лёша представлял собой живую модель положительного героя нашего времени. Впрочем, высокое слово «герой» как-то не вяжется с Лёшиной скромной натурой. Лучше, пожалуй, сказать, что Лёша М. мог служить примером для других молодых рабочих этого завода. Вот так будет как раз в точку. Лёшу много хвалили. То почётную грамоту ему отвалят, то в многотиражке статейкой погладят по голове, то в руководящих речах на собраниях упомянут. Лёша читал и слушал эти похвалы, густо краснел и отшучивался. Но вот что странно. Хвалить-то Лёшу хвалили, но как только дело доходило до материальных форм поощрения, всё почему-то уходило, как вода в песок. Распределяли квартиры в новом жилом доме для рабочих завода. Лёшу обошли. Потом выяснилось, что на ту квартиру, которую хотели дать Лёше, объявился другой претендент, и квартиру отдали ему. Председатель завкома Никанор Павлович вызвал Лёшу к себе и, пряча глаза, сказал. Ты, Лёша, извини, но ты парень хороший, глубоко свой. Ты нас поймёшь. Этот жук, которому мы твою квартиру отдали, он знаешь, какой горлопан. Горло бы мне переел, если бы ему не дали. А ты, человек сознательный, стойкий, потерпишь до следующего распределения. Не журись и не обижайся. Лёша покраснел, молча пожал протянутую ему председателеву руку и пошёл в цех работать. Потом такая же история произошла при распределении садовых участков. Опять Лёшу обошли и опять перед ним извинились и говорили, что он, как сознательный и стойкий товарищ, должен всё понять и спокойно ждать, когда подоспеет новое распределение. Лёша терпел и ждал. И опять его обходили. Не выдержал он, когда не нашлось места в яслях для его годовалого сынишки Петьки. Тут он сам явился взовком и в присутствии посторонних людей наговорил Никанору Павловичу кучу дерзостей. Тот даже рот раскрыл от удивления. И пока Лёша не кончил свой монолог, так и слушал его с раскрытым настиж ртом. Под конец Лёша сказал, «На вас, Никанор Павлович, если горлом не надавишь, вы пальцем о палец не ударите. Надоела мне ваша долгоиграющая пластинка на тему моей стойкости и сознательности. Имейте в виду, не дадите для моего Петьки местечко в яслях. Буду на вас жаловаться и по вертикали, и по горизонтали». Хлопнул дверью и ушёл. Кто-то из посторонних сказал, «Это его Нюшка. Молодая жена так настроила. Вы на него не серчайте, Никанор Павлович. Сам по себе он тихий, скромный, мухи, как говорится, не обидит». Никанор Павлович закурил, подумал и сказал с тяжёлым самокритическим вздохом. «Нет, товарищи, дорогие, тут корень вопроса не в Нюшке. Захвалили мы его, вот он и зазнался. Сами собственными безудержными языками испортили парня. Хвалить людей тоже надо, умеючи. А то хвалим, ласкаем, а потом сами удивляемся, откуда это и с чего бы такие прыщи выскакивают на здоровом теле коллектива. Печально, но факт». В комнате Завкома наступило тягостное молчание, которое я бы лично не назвал знаком согласия. Завкома наступило тягостное молчание.